Новости В Москве до 10 января проходит новогодний фестиваль «Путешествия в Рождество». На 38 площадках показывают уличные шоу и концерты. Все желающие могут принять участие в конкурсах. В это время работает ледяная горка, которую называют «самой большой в России», исторический фотолабиринт, рождественские карусели и большой каток с тетрализованными представлениями. Всего в новом зимнем сезоне в Москве открыто около 1500 катков, 270 лыжных трасс, 500 горок и снежных городков, а также 1700 спортивных площадок для зимних видов спорта. Благотворительная организация «Общие дети», оказывающая помощь детям-сиротам, приглашает горожан к участию в акции «Стань Дедом Морозом-2016». В этом году любой житель Воронежа в предновогодние дни может стать настоящим Дедом Морозом, сказочным персонажем, приносящим в дом новогоднюю радость и подарки. Участники акции будут готовить и собирать подарки для детей-сирот и инвалидов. Эти подарки, сформированные по категориям, можно будет передать на склад благотворительной организации «Общие дети». Кинокомпания Sony Pictures Entertainment объявила о мировой премьере фильма «Воскресенье Христа», назначенной на 22 января 2016 года. Режиссером картины стал Кевин Рейманс. В фильме снимались Джозеф Файнс, Том Фелтон, Клифф Кертис и другие. Киноповествование ведется от имени римского центуриона Клавиуса, который получил приказ добыть необходимые доказательства, чтобы опровергнуть факт воскресения Иисуса Христа. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 31 декабря в 1514 году родился Андреас Визалий, итальянский естествоиспытатель, основоположник современной анатомии. В этот день в 1668 году родился Герман Бургави, голландский ученый, один из знатнейших врачей XVIII века, первый применивший в исследованиях термометр и лупу. В 1842 году родился Джованни Бальдини, итальянский живописец, один из лучших портретистов конца XIX века. 31 декабря Япония отмечает праздник Великого Очищения, Австралия – День Святого Сильвера, а весь мир отмечает канун Нового года. На этом я с вами прощаюсь. Это был последний выпуск новостей, который вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго! С наступающим Новым годом!